То, что этот дом построен много лет назад, сейчас выдает только старая кирпичная кладка. Строители уже штукатурили фасад, а к концу октября многоквартирник предстанет в обновленном виде. На сегодняшний день у нас идет согласование о проектно-сметной документации с заказчиком договора, был подписан 26 числа. Сроки выполнения работ по договору 31 октября получается у нас. Фасад обновят в рамках региональной программы по капитальному ремонту. Жильцы вправе выбрать, что именно будут приводить в порядок. Крышу, лифты или коммуникации, впрочем, часто случается так, что на одном объекте ведут сразу несколько видов работ. Например, на Дзержинского 62 отремонтировали и кровлю, и фасад. Дом, конечно, выделялся на фоне остальных построек в этом районе, скажем прямо. Читая то, что еще городская администрация такая красивая, то есть дом выглядел совершенно неприглядно. Его побелили, плевали, и теперь он выглядит вполне себе. Как правило, на объекты подрядной организации выходят с потеплением, ведь летом им нужно выполнить большую часть работ, тоже в рамках региональной программы. В период действия региональной программы в Тюменской области с 2015 года был выполнен капитальный ремонт фасадов более чем в 935 многоквартирных домах. В краткосрочном плане реализации региональной программы с 2024 по 2026 год запланирован капитальный ремонт фасадов более чем в 135 многоквартирных домах. Кстати, в Тюменской области программы капремонта действуют с 2015 года. Сейчас в нее включены почти 8 тысяч многоквартирников по всему региону. За время действия программы в порядок привели тысячи домов, но самое главное, говорят специалисты, что за этими цифрами стоят люди, больше 400 тысяч человек. Благодаря таким капитальным ремонтам смогли улучшить свои жилищные условия. Программа по капитальному ремонту в Тюменской области рассчитана на 38 лет, и в этом году темп избавлять не намерены. В планах привести в порядок почти 300 многоквартирников. Юлия Никифорова, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.